Добрый день! Сегодня расскажу, как сделать у копилки взгляд более выразительный и живой. Для этого нам потребуется определенный инструмент под названием Dots. При помощи этого инструмента и банки с белой краской мы будем ставить точки на черной поверхности зрачка. Для чего это нужно? Для того, чтобы наш глаз казался более естественным, живым и выразительным. Как будто у него появился у нашего глаза взгляд, определенное местонаправленное. Примерно вот таким вот образом. Глаза становятся более живыми и выразительными. На что хочется обратить внимание при использовании этой техники? Самое главное, когда вы будете ставить точки при помощи Dots, чтобы точки у вас находились на одном и том же расстоянии и на одной и той же высоте. Также необходимо, чтобы точки были одного и того же диаметра и взгляд не был косым. То есть, если взгляд вы делаете направленный в правую сторону, значит обе точки должны быть смещены от центра правее. Если влево, соответственно, левее. Если взгляд направлен вверх, значит точки должны быть обе направлены вверх. И никак иначе. А иначе весь смысл потеряется. И свинка у вас будет, к примеру, косая. Но это не очень эстетично выглядит в конечном итоге. После того, как вы установили точки, проходит определенный промежуток времени. И точки подсыхают, так как краска акриловая, она быстро сохнет на воздухе. В течение 20 минут первые точки, которые вы поставили, уже высохли. Дальше. Дальше необходимо нам произвести лакировку нашей копилки. На что обращаем внимание? Первое. Как всегда, глаза. Глаза должны быть блестеть. Чтобы они блестели, в первую очередь лачим их. Наносим лак небольшими порциями, так скажем. Небольшим объемом, разом. Если нанесете сразу большой слой, будут подтеки. Поэтому наносим постепенно, небольшими слоями. Лак использую тиккурилы на водной основе, акриловый. Нравится мне за его блеск. Многие, слышал, используют яхтный лак. Не знаю, не пробовал, ничего по этому поводу сказать не могу. Лачу все свои копилки при помощи краскопульта. Сопло использую 0,8 мм. Когда лачим, на что стоит обращать внимание помимо глаз? На все те части, которые не покрыты шерстью. Это пятачок, это кончики ушей, это копыта. То есть, в естественном виде они должны блестеть. На ваше усмотрение, можно также покрывать всю поверхность копилки лаком. В данном случае, я не вижу в этом смысла. Если у вас есть желание, то можете покрыть полностью всю поверхность копилки лаком. Но особое внимание надо уделить глазам, чтобы они имели законченный выразительный взгляд. Тогда ваши копилки будут более выигрышно смотреться по отношению к другой сувенирной продукции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...